Фура и легковушка столкнулись в Челябинской области. Пострадали два человека. Один из автомобилей буквально сложился в гармошку. Продолжит тему аварий наш корреспондент. Участниками этой аварии стали автомобиль Scania с полуприцепом и Renault Logan. Как сообщают в ГИБДД, водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, которая уже остановилась на красной. От удара фуру понесло с проезжей части в кювет. Травмы получили пассажиры легковушки, 28-летний мужчина и женщина. Что касается водителя Scania, то он житель Ставропольского края. В тот день ехал в Екатеринбург. Туда вез груз из Краснодарского края. За последние два года мужчину 10 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Иномарка сгорела на трассе в Троицком районе. Водитель не выжил. Вот что стало с машиной после пожара. Сначала этот автомобиль улетел с дороги, потом перевернулся, а затем вспыхнул. За рулем этого Рено Сандера был 46-летний ветеран боевых действий. В апреле он похоронил сына. Тот погиб в ходе спецоперации на Украине. Накануне мужчина должен был получить медаль за гибель родного человека. Полицейские пока не установили, при каких именно обстоятельствах автомобиль мужчины съехал с трассы. А это кадры горящего грузовика под чебуркулем. В машине, видимо, коротнула проводку и она загорелась. На трассе мгновенно образовался затор. Пожилой велосипедист попал под колеса газели под Кыштымом. 73-летний мужчина внезапно выехал с обочины на проезжую часть для поворота налево. В это время на трассе в попутном направлении ехала газель. В результате наезда пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. А вот такие эмоции испытали мама с сыном, когда стали свидетелями опасного маневра на дороге. Дебил. Кошмар. Ты видел? Я обосрался. Прямо у них на глазах. Лихач на иномарке едва не столкнулся лоб в лоб с кроссовером. Благо, не получилось аварии. Жительница садки буквально за несколько секунд оказалась словно в фильме ужасов. Деталь грузовика прилетела прямо в ее автомобиль. У фуры вылетел тормозной барабан и прилетел прямо в лобовое стекло легковушки. И пока шокированная автоледи приходила в себя, виновник произошедшего уже скрылся из виду. Теперь потерпевшие ищут свидетелей или любые видеозаписи, где виден номер большегруза.